Авангардный подход, современные костюмы, спецэффекты в МХТ имени Чехова впервые поставили знаменитую пьесу Шекспира «Макбет». О том, как жажда власти толкает к преступлениям, попытался рассказать один из лидеров польской режиссёра Ян Клита. Критики не случайно называют его театральным революционером. Что получилось, увидела наш корреспондент Ольга Герасименко. Я смерти не боюсь, пока в поход на Дунсинан Бернамский лес не идёт. Обострённые до крайности эмоции, как зеркало души человека, совершившего преступление. Шекспировская трагедия «Макбет», в основе которой история настоящего шотландского короля. Это драма о человеческих пороках и расплате за них. А Дурманиной с жаждой власти, поверив предсказаниям ведуней средневековый полководец, убивает благоволившего ему короля, а затем и своего друга Банка. Не думая, болезненные амбиции доведут до помутнения рассудка. Для меня этот спектакль о том, как мой герой проходит через жёсткие жернова, как его перемалывает жизнь и какой он в конце, к чему он приходит. Центральный образ. Польский режиссёр, известный своим нестандартным подходом, возмутитель спокойствия и театральный революционер Ян Клета, доверил Алексею Кравченко. Именно он два часа без антракта держит зрителя в напряжении, препарирует чувства прямо на сцене и в буквальном смысле слова показывает, как меняется взгляд и ценности главного героя. По замыслу режиссёра, от шекспировских страстей ничего не должно отвлекать. На сцене минимум декораций, ну разве что вот этот вот полупрозрачный пластиковый занавес. Всё внимание истории человеческих взаимоотношений, которая и спустя несколько столетий остаётся актуальной. Я душу погубил для внуков банка, убил тунка на доброго для них. Макбет называют зеркальным отражением шекспировского Гамлета. Здесь также много мистики. Разница лишь в том, что победу на этот раз одерживают тёмные силы. Пьеса снискала дурную славу сразу после первой постановки, несколько столетий назад, когда за кулисами скончался актёр, сыгравший супругу главного героя. Да и в дальнейшем театры, отважившиеся ставить эту трагедию, преследовали неудачи. Ко мне его души смерть. Макбет на сцене МХТ имени Чехова впервые, как и в первой постановке Шекспира. Здесь роль женщины, подтолкнувшей мужик убийством, играет мужчина. Ян Клита словно подчёркивает мистические события вокруг пьесы, не верит. Зато в самом произведении, написанном на волне террористической угрозы после порохового заговора, угрожавшего английской монархии, польский режиссёр увидел параллели с событиями в современной Европе. Для меня эта пьеса одна из лучших, из важнейших произведений мирового искусства. И очень важный вопрос, который она ставит, всё ли в мире происходит по воле рока? Можно ли изменить свою судьбу личности, обществу? Может ли одновременно человек быть и героем, и предателем? Борьба света и тени на сцене словно дополняет этих клубов образов настоящей жизни и того, что происходит у человека в голове. До самого конца Макбет остаётся неоднозначным, рождая больше вопросов, чем ответов. И даже опустившийся занавес от них не ставит в этой истории финальную точку. Для меня всё-таки важно, чтобы мой герой именно был героем. Я всегда оправдываю своего героя, кого бы я ни играл. Для меня Макбет – подарок. Я стараюсь его сыграть совершенно по-другому. Не как это трактуется, не как это смотрится на первый взгляд, когда читаешь произведение. Это для меня главное. Ольга Герасименко, Андрей Фёдоров, Александр Татрашвили, Людмила Жильцова и Наталья Стойнова. Первый канал.